Привет, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео поговорим о том, как нужно правильно заполнять анкету на рабочую карту. Перед вашими глазами находится анкета. Где ее взять я рассказывал в предыдущем видео. Кто еще не успел ее скачать, можете скачать, посмотрев предыдущее видео. Ссылочка будет на экране. А мы приступаем к заполнению данной анкеты. Данную анкету можно заполнить как на компьютере, так и можно заполнить просто обычной ручкой. Если будете заполнять данную анкету ручкой, то нужно заполнять латинскими печатными буквами. Это очень важно. Итак, первое, с чего начинаем, это пункт А. Здесь ставим галочку про надонят дозволу. Дальше следующая галочка ставится на посаде, которая находится в центральном реестре вакансий, призначенный для властники в рабочей карте. Дальше, ставим номер вакансии. Указывается вот в этом пункте. После этого идет пункт Б, в котором вы будете указывать свои данные. Фамилия, имя. Остальные имена, если девушка замужем, то вы здесь будете указывать свою первую фамилию перед замужеством. Дальше указываете номер телефона украинский, вашу почту электронную, дата рождения и код страны Украина. Также место рождения. В данном случае это город Харик. Дальше переходим. Галочка, если вы мужчина, ставим галочку на мужчина, женщина, женщина, гражданство Украина. Если вы не замужем, ставим галочку здесь. Если женат или замужем, ставим здесь галочку. Ваше образование. То есть наивысшая до всяких металла свита. Высокошкольское это высшее образование. Среднее отборное выучение это среднее техническое. Дальше профессия ваша в Украине. Менеджер. Это менеджер по продаже. Раздел С. В разделе С указываем процелештувание в Чешской Республике. Сейчас на экране вы видите данные по РЭЦ, компонент, список. Здесь указывается название, указывается их число, адрес, индекс, город, в котором будет проходить ваша работа и страна. Также посада. Посада ваша, как правило, это обычный оператор, монтажный, дельник, оператор. Месяц и выконания работы, где вы будете это все делать. И трудовой договор, с какого по какое число. Пример взят на один год. Дальше переходим на пункт Д. Здесь вы указываете последнее место работы в Украине. Название вашего работодателя. Ваша должность. Юридический адрес вашего работодателя. Харьков. Харьковская область. Улица. Номер. Индекс. И код страны. Пункт Е. Адрес проживания на территории Чешской Республики. Это можно взять, будет из ваших документов чешских. Город, в котором вы будете проживать. Это район, область. Дихачешский край. Улица. Номер дома. Индекс. Следующий пункт. Ф мы пропускаем. Корреспондентинская адреса. Пункт G. Это остальное место проживания за кордоном. За кордоном имеется ввиду в Украине. Это ваша прописка. Харьков. Академия Капалова. Номер вашего дома. Индекс. И код страны Украины. Пункт И. Прибыльча в Чешскую Республику. Это ориентировочная дата, когда вы планируете прибыть в Чехию. Номер проездного документа. Это номер вашего заграничного паспорта. Краина, яка выдала. Документ Украина. И дата действия вашего заграничного паспорта. До какого числа. Кто женат, замужем. Указываем данные. Мужа, либо жены. Все аналогично ваших данных. Месты проживания. Здесь указывается адрес прописки. Не фактического проживания, а вашей прописки. У кого есть дети. Указывается аналогичная информация. Как и у вас. Обязательные пункты. Пункт L. Отец. То есть ваш отец. Заявитель, кто подается. Фамилия, имя, дата рождения. Код страны. И на данный момент профессия. Профессия это профессиональный водитель. Адрес по прописке. Адрес проживания отца. Соответственно делаем так же само по маме. Пункт M. У кого есть братья и сестры. Указываем так же само аналогично, как и у родителей. Дальше пролистываем место, где будет подача города Львов. И дата вашей подачи. После этого всего просто распечатываем данный документ. Ставим здесь вот подпись. И все. На этом анкета ваша заполнена. То есть прошло там каких-то 5-7 минут. Вы заполнили анкету. И сэкономили себе как минимум около 800 гривен. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok